Здравствуйте, дорогие друзья! Мы расскажем вам об еще одной породе, от которой наше хозяйство отказывается, и расскажем вам почему. Вот петушок породы Синь-Синь-Дянь. Как бы мы ни старались вывести, развести эту породу у себя, ничего у нас не получилось. Мы брали яйцо изначально из двух разных хозяйств. Сначала из одного потерпели фиаско, решили, что там сильнейшая стадия имбридинга, по этой причине ничего не получилось. А что конкретно не получилось, я расскажу вам позже в этом видео. Это вот петушок из второго уже вывода, из другого хозяйства. Причем яйцо мы брали у заводчицы, которая выступает на выставках с этой породой. Взяли мы 20 яиц, 4 нам дали в подарок, из них вывелось 16 цыплят. Ну, половина, соответственно, петушки, половина курочки, примерно такое же соотношение. И петушки, снова вот это единственный представитель, который остался. И если вы видите, у него стала уходить кривая нога в сторону, где колечко как раз одета, эта нога у него в колене уходит в сторону. Как и петух для инкубации, для продажи инкубационных яиц, он не подходит. Всех остальных петухов мы, соответственно, уже тоже убрали. Вот, курочки от этого вывода и от предыдущего сейчас, те, которые остались в здравии, так скажем, которые несут яички, они сейчас объединены в общий просто курятник для сбора яйца обыкновенного пищевого. Ни о какой, соответственно, инкубации этих яиц сейчас речи быть не может. Я вам расскажу, по какой причине. Значит, мы взяли первые наши ошибки, конечно же, как и ошибка всех начинающих птицеводов. Десять яиц взять конкретной породы и подумать, что этого достаточно для выведения вам пятни сушек и одного петушка, и вот так все будет классно. Но такого, я вам скажу, практически не бывает. Это редкий, единичный случай, когда вам может так повезти. Из десяти цыплят, планируемых нами, вылупилось, соответственно, семь из десяти яиц. Эти семь было, по-моему, четыре курицы, не навру, и три петушка. И не поверите, все петушки стали падать на лапы. Что это такое? Они не просто падают на лапы, они просто не встают на одну ногу и ходят на колени. То есть на коленку наступают, а вторая нога у них ходит нормально. То есть они припадают, так припадают. Один такой был, и два петушка были как будто с болезнью Паркинсона. Их трясло всех и замыкало. То есть они не ходили, а вот их постоянно расколбашивало. То есть их трясло, трясло, трясло. Они были самыми маленькими, слабыми, меньше курочек. И при этом вот такие все трясущиеся создания, которых, конечно же, ну, это ни о каком инкубационном яйце от них речи быть не могло. Могла быть речь только о том, чтобы их побыстрее убрать, потому что они сами очень мучились, и все их обижали, и все. Вот такие петушки родились у нас в первом выводе. И осталось у нас с него всего три курочки без петуха. Одна из которых тоже чувствовала себя плохо. И в итоге мы ее убрали. У нее был самый бледный маленький гребень. Она все время хохлилась. И у нее была сердечная недостаточность четкая. У нее перекарт сердечный. Сердечная сумка была плотная, белая. Сердце было очень маленькое. И все какое-то искаженное, знаете, мышечное такое все в перетяжках. Понятно было, что у нее не в порядке с сердечной системой. В общем, это сказалось и на ее внешнем виде, и на ее вообще развитии и самочувствии. Понятно, что она не неслась. Осталось две курочки с первого вывода. Но так как, как вы понимаете, глупо думать о том, что из десяти яиц два хотя бы будут здоровы, если все остальные были больные. Хорошо, из семи цыплят. Значит, и есть там какая-то заморочка в инкубационном стаде. И яйца вы эти купили явно зря. Мы купили яйца у другого заводчика в Подмосковье. И, в общем-то, стали выводить это яйцо. 20 яиц уже взяли, 24 нам дали, 4 в подарок. И при выводе мы получили 16 цыплят. Из этих 16 цыплят, ну пусть будет 8, я уже вам наперед не скажу так точно, было петушков, из которых у 4 была та же самая проблема. Они падали на лапы, мы их рубили в разном возрасте. То есть они садились на одно из колен, просто не вставали больше. Причем определяется это уже в достаточно взрослом возрасте, то есть месяца 3-4 и они начинают вот так вот падать. Именно эта порода среди многих других молодок, которых мы выводили вместе, инкубация проходила вместе, все было абсолютно одинаково. Именно сензианские петухи вот такой вот показывали результат. Осталось из них 4. Мы выбрали двух самых хороших, на наш взгляд, с определением породы четким и так далее. И, в общем, двух убрали. Из тех двух потом в результате у нас остался вот этот один, который ни с того ни с сего уже в возрасте больше полугода. Наверное, месяцев 7-8 ему уже было. Он начал вот так вот искривлять ногу в сторону. Мы предполагаем, что, в общем, все. Больше мы с этой породой связываться не будем. Из несушек. Несушек вывелось приличное количество, но тоже постепенно. Постепенно мы вынуждены были их убирать, потому что снова же было две, наверное, птицы с таким же абсолютно неразвитым гребнем слабым, таким и бледным. Курицы хохлились, им постоянно что-то не так было. Вот в последнюю, наверное, неделю убрали еще двух птиц. Они просто тоже упали на ноги и больше не вставали. При вскрытии ничего, никаких патологий внутренних органов у них обнаружено не было. На мой взгляд, это было что-то связанное с нервной системой, потому что птицы просто не могли встать на лапы. Все. Это происходит уже в возрасте, когда курица год. Но хорошо, может быть, сколько получается, не год, а 10 месяцев, наверное. Поэтому больше мы с этой породой не связываемся. Зеленые яички, это, конечно, хорошо, но мы не продавали ни одного яйца. Мы мучаемся больше двух лет с этой породой и не можем позволить себе такое яйцо, конечно же, продавать. Потому что даже если с виду выскажете, что это яйцо подходит для инкубации, то то, что из него получается, по крайней мере у нас, это недостойно птицеводов, так скажем, которые хотят разводить породу. Особенно на инкубацию в дальнейшем. Имбридинг ли это, или это особенности именно вот этой птицы, что она вот такая вот, имеет свойство к заболеваниям каким-то хроническим, передающимся по наследству. Или это, ну что это, короче, мы сказать толком не можем. Может быть, мы недостаточно четко искали вот этот вот семенной материал для того, чтобы вывести эту птицу правильно. Так как у нас в окружении, так скажем, существуют доступные породы, которые имеют кучу преимуществ перед этой, мы, в общем-то, отказываемся от этой породы. И вот этот петушок, как бы он у нас ждет следующей партии бройлеров, чтобы, как мой муж говорит, забиться в одно время. Вот. Вот такая порода си-синь-дянь. Если у вас есть в практике разведение этой породы с более хорошим результатом, поделитесь с нами. Может быть, есть какой-то секрет, которого мы не знаем. Но, в общем, ситуация пока обстоит вот так. Если вы планируете заводить эту породу, учтите, что такой опыт он тоже существует. Все, всего доброго на этом. Всего вам хорошего. Пускай ваша птичка будет здорова и только будет радовать вас. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok